всем привет сегодня у нас воскресенье я тут бросилась готовить в общем и готовлю значит я салман то есть семгу и хотела вам снять такую вещицу которую я в принципе снимала вам но у меня почему-то она не сработала в съемке что-то не произошло это вот такой вот гаджет я купила себе на кухне и купила в магазине home sense очень интересная перечница получается здесь значит сверху можно регулировать насколько вам там перец нужен более мелкий или крупный здесь вот крышечка открывается можно его туда загрузить но самое интересное в этой перечнице то что значит когда ты ее наклоняешь тихо наруша до сих пор не понимает нафига там свет я тоже не понимаю но смотрите в общем руками ничего там дергать не надо она сама все молотит но самое интересное что мне свет видите она светится очень как фонарик и перечница два в одном я честно говоря тихо прифига вы когда-то увидела сейчас я покерчу уже закончу процесс вот когда вы ставите ее в вертикальное положение она перестает я ее когда купила я вообще думала что мы просто автоматически там было написано на упаковке что она автоматически молотит перец я думаю ну ладно посмотрим попробуем в общем я купила на когда еще свет зажгла а батарейки вставляются снизу то есть в нее вот тут вот видите вот она и вот я начала вставлять не батарейки она как не начала мне молотить а я так горшочек не вари кто помнит русскую народную сказку где там горшочек был который каши много варила как ему горел горшочек вари он варил много еды значит там все обжирались и потом когда ему горел горшочек не варил не варил вот я тоже так горшочек не вари мол думаю что то с ней такой нервная какая думаю и накрошила мне значит кучу перца они сразу с перцем продаются перечница у нас да то есть они не пустые продаются они сразу с перчинками внутри я ее поставил она перестала помогут и я наклонила на опять я постоянно перестала ночью вот такую перечни все купила то есть она называется от фирмы чудо прям как наш премьер-министр называется вот так гравити плюс и батаре мел на батарейках ну я не знаю может не обязательно там холм сэнс эндвинерс вы ее купите но в общем любом случае вот таким оказывается мельницы для перца у нас продаются в магазинах и зеленого понятия не знал что такое есть вот сделала вам обзор на нее потому что хотела снять снимала 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 и куда-то у меня это видео задевалось так что вот сейчас я вам сделала небольшой обзор на перечницу мы честно говоря в семье все не ожидали что она такая как бы просто взяла ее с полки да пошла дома автоматическая но и автоматическая когда принесла домой конечно мы и пользуемся нам нравится но честно говоря довольна я даже не ожидал что такие перечницы есть очень прогресс шагает вперед по ходу скоро мы вообще ничего делать не будем перечница сама там перчит еще что-то там все сама делает роботы в магазинах в общем все приехали так что вот такое дело хом сэнс эндвинерс я ее нашла мама сказала что после этого на их там не видела она смотрела говорит я не видела не нашла их на полке так что ну все знают что холм сэнс эндвинерс это и маршалс это такие магазины где там сегодня есть от стране то есть там привозят товар и как по его просто завозит и что есть по продали и на флоре да не факт того что это привезут завтра или послезавтра не факт того что товар повторится это магазины под девизом видишь бери поэтому я увидела взяла но смотрите самом такие попадутся к сожалению упаковку я не сохранила но что было-то несколько недель назад упаковку мы перекидывали перекидывали в итоге выкинула как она выглядела была такая белая с чёрным. Упаковка, так вот, если кому интересно. Всем привет! Я снимаю рецепт Алексея, который он сейчас готовит. Называется он... Как лучше называется? Греческая паста просто. Греческая паста. Грик паста называется. Снимаю на телефон, поэтому извиняюсь, камеру не тащила. Снимем как есть, потому что всё это делается на скорую руку. Значит, что ты туда кладёшь, Алексей? Давай начнём с того, что ты взял... Ну, макароны ты свариваешь их, потом оставляешь. Варите макароны, да? Варите, просто оставляете их to the side. To the side это сбоку. Ну, как уже сварили, когда отставили, да? And then? И потом берёте одну луковицу красную, режете её вот тут. И под луковицей у меня там ещё есть, не знаю, видно, есть и красный и жёлтый перец. Вы можете добавить любые два перца, как и хотите. So, это сладкий болгарский перец, там снизу накрошенный. Это Алексей тут накрошил. Так, что ещё у тебя тут есть? Там есть cherry tomatoes, well, technically, это grape tomatoes. Это как grape tomatoes, то есть это как, получается, виноградные томаты, ну, просто обычные вот эти томаты. Маленькие томаты. Маленькие, да? И под ними есть ещё артишоки. Как вы покупаете просто артишоки в can, и потом режете их на четвертинки. Четвертинки, да? На четвертинки и на деспотом, да. То есть уже приготовленные за консервирование, просто в воде ты взял, да? Да. Что ещё туда кладётся? Один стакан сыр фета. Фета у нас, она называется брынза, по-моему. Солёный сыр, очень солёный сыр. Да, goat cheese. Goat cheese. Is it goat cheese? There is goat cheese? Yeah, it is. Я ненавижу goat cheese. Паратейская, так я не люблю сыр из козла. Хотела сказать, это не козёл вообще, но ладно, короче, проехали. Не знаю, как по-русски сказать, представляете? И потом оливки. Оливки, окей. Вы на чёрной листике можете добавить эти коломато, оливки. Коломато называется, оливки. Да, фиолетовые, которые, они более солёные. Да. Это просто чекен брасс. Это бульон из курицы. И орегано. Орегано. У нас стоит упаковка у нас от фета чист, чтобы вы видели, ребята. Так, и что? И потом сверху, поверх этого всего, вы можете просто разрезать лимон и просто squeeze it out. Выжать сок лимона. И сейчас ты будешь варить макароны, да? Да. Так, здесь Алексей у нас уже закипятил воду. Кипятит, вернее. И добавил немного оливкового масла и соли. И будет варить макарончики. Блюдо это вегетарианское. Мясо туда не добавляется. Но, как я уже сказала, я туда готовлю салмон. То есть можно всегда приготовить либо курицу пожарить, либо рыбу. Да, что-то в этом роде. Он aside, если вы не можете есть без, если вы не вегетарианец. Но я, например, не вегетарианка. Поэтому мы готовим. А сковородка тебе тоже понадобится, да? Да, я там буду жарить все овощи. Овощи будут жарить, да? Но я вам сниму весь процесс, как оно будет происходить. Все ясно. То есть ты параллельно делаешь, а потом одно с другим. Ну, ясно. Вода закипела. Макароны пошли плавать. На этой стороне у нас уже масло. Вот Алексей добавляет все овощи. Лук, сладкий перец. Да, сначала вот сладкий перец и жарить это 3 минуты где-то. 3 минуты надо жарить, да? Угу. Угу. Я повторяю, потому что я не знаю, как, может, не совсем хорошо слышно, потому что снимаю это я на телефон. Ну, называется красный лук, если он подойдет. Ну, называется красный лук? Да. Я не знаю. То же самое с капустой, называется красная капуста. А, красная капуста, я не знаю. Может, дальтоник какое-то название давал, а потом все мучаются. Угу. Ну, так 3 минуты. Угу, 3 минуты. Так, Алеша теперь добавляет что, артишоки и помидоры, да? Да, да. Угу. И только на счет 2 минуты. И еще 2 минуты. Угу. Меня спросили, говорят, а как же вот этим вот вы питаетесь тем, что в кладовке у нас? Это же можно поправиться. Мы вот так вот питаемся. Понимаете, в кладовке только вот это лежит там, второстепенное что-то. В основном продукты, которые мы пытаемся, лежат в холодильнике. То есть никто не ест целыми днями. Макароны, картошку. Она просто там лежит у меня. На прозапас. Но надо будет сготовить вот как сейчас. Она просто там есть. Тем более, что сыпучие продукты сухие, они быстро не портятся. И так, теперь что ты добавляешь? На четвертое стакан бульона. Бульона куриного добавляется туда? Да. Что перемешиваешь. Овощи. Ага, и перемешиваете. Затем Алексей добавляет что? Оливки. Фетту добавляем. И аэрогону посыпаем. Перемешиваем все это. Если меня смотрят из Греции, и вы такого не готовите. В общем, это мы сами тут придумали, что это греческая паста. Наверное, не готовы. А вы теперь мучаетесь. На вас, в общем, всю вину перевесили. Потому что очень часто американцы, они переделывают как бы все блюда. То есть, если это китайская кухня, это уже далеко не китайская кухня. Это китайская наполовину с американской. То же самое, как и это греческое блюдо. Я сомневаюсь, что это на 100% греческое блюдо. Но обзовем его греческим. Нужно мешать все это, пока сыр не расстраивает, Алексей сказал, да? В принципе, все готово. Датсет? Да. Если хотите, можете потом поверху макарон. Это вы собираете его перемешать с макаронами. А мы будем перемешивать это все, да? Хорошо. Хорошо, окончательный вариант покажем сейчас, через секунду. Итак, сниму я вам, как выглядит уже окончательный вариант нашего ужина. Я ем это с салмоном. То есть, это рыба у меня приготовлена здесь. Макароны и перемешанные с греческой пастой, так называемой. Вот такой ужин. Кто хочет, может сверху полить. Это все лимоном. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!